Здравствуйте! В эфире ЮНьюз, новости Оренбурга и Орска на телеканале ЮТВ. В начале нашего выпуска коротко о главных событиях этого дня. До 30 мая на территории Оренбургской области будет проходить акция «Полиция слушает». Она направлена на повышение имиджа органов внутренних дел среди населения. По ее итогам будет выбран самый вежливый сотрудник дежурной части. Одним из этапов этой акции является тестирование сотрудников на знание нормативно-правовых актов. 25 апреля уже состоялось одно из них. В тестировании приняли участие около 40 сотрудников. В Оренбурге с этого года введена новая форма государственной поддержки в сфере отдыха и оздоровления детей. Теперь родителям будут предоставляться сертификаты на отдых детей. Он дает право родителям самостоятельно выбрать для своего ребенка одну из форм отдыха или оздоровления – загородный, либо же санаторный лагерь. Все вопросы можно задать по телефону 98-72-21. Вполне возможно, что лицей номер один может оказаться хорошим примером в обретении нового лица для всех оренбургских школ. Далее переходим к сюжетам, которые подготовили наши корреспонденты. Уважаемая Клавдия Ивановна, от администрации города нашего, от администрации Северного округа мы поздравляем вас с праздником 9 мая, Днем Победы. Желаем вам здоровья, счастья. Вот такой вам конвертик с поздравлениями от Клавдии Ивановны. Здесь поздравление вам, вот такая открыточка. Спасибо. Как у вас настроение перед таким великим праздником? Да у меня всегда настроение хорошее. Война кончилась 9-го. А раненые к нам поступали. Последнее раненого мы приняли 13 мая. Вот когда мы приняли последнего раненого. И вот интересный момент я вам скажу. Когда мы ехали, вот поезд на рельсах вот так. А мы-то в теплушках и закрытые. И казалось, вот сейчас слетит этот, вагоны слетят с рельс. Такое впечатление. А потом вдруг такой гудок паровозный, раздирающий. И поезд остановился. Прибежал политрук. Открыли нас, спрашивают, нас же много в этой теплушке. Опытные-то спрашивают, что такое, почему так трясет. Нам отвечают, милые мои. Чего, как же не трясет. Здесь же поле, здесь же вот бой шел. Это оказалось граница, конец России и столб наш, этот самый пограничный столб наш. А с этой стороны столб пограничный прусский. Эти столбы не согнулись, но верхушками вот так сошлись. Как будто бы головами российский столб и прусский. А я же неопытная, молодая, выпучила глазенки. И так смотрела на эти столбы, вот на эти два столба. Они у меня и сейчас перед глазами я их вижу, этих два столба, вот так замкнувшиеся. Передают, вот забыла эту песню, когда какой-то передач, да каждый день ее передают. С сединой на висках. Вот. Вот и я этот куплет, его поют каждый день по телевизору, и я его люблю. Не за горами всемирная летняя универсиада в Казани. Оренбург станет одним из завершающих городов, где будет проходить эстафета огня. Произойдет это 16 июня, и любой желающим может стать покелоносцем. В принципе, может каждый участвовать. И тот, кто собирается ехать в Казань, и тот, кто хотел, но не получилось у него. И это может быть даже тот человек, который в прошлом был студентом, а сейчас он пенсионер. Это может быть инвалид, колясочник. Он тоже может принять участие в эстафете. Каждый, кто поддержит вот этой акции, молодость, спорт, красоту, он может принять участие в эстафете огня. Для этого нужно зайти на сайт молодойоренбург.рф и оставить свою заявку. Кликаем «Стать покелоносцем» и оставляем свои данные. И обязательно отвечаем на самый главный вопрос анкеты. Почему именно я достоин стать покелоносцем? Но сделать это нужно обязательно до 30 апреля. Вот что можно сказать по эстафете огня. Зажгли его в Сарбоне, в Париже. И этот огонь погрузили на корабль, который совершил кругосветное путешествие и посетил все пять континентов Земли, где он был в ведущих университетах. И, наконец, этот факел прибыл на территорию евроазиатского континента. И, начиная с Дальнего Востока, он уже начал свое шествие по территории России. И мы будем предпоследние. Потом после нас будет Уфа и Казань. То есть нам нужно показать товар лицом. Естественно, мы предлагаем провести крупномасштабную акцию, в которой будут участвовать практически все вузы, все колледжи, лицеи, даже школы. Мы приглашаем к участию в этой замечательной акции эстафете огня. Многокилометровый маршрут следования огня по улицам нашего города. Должен быть массово, зрелищно, красиво. Тем более, что это воскресенье, 16 июня. Это будет тепло. Я думаю, это будет настоящий праздник для города. Все-таки интересно, как будут выбираться кандидаты? И есть ли уже какие-то кандидатуры? Конечно, кандидатуры есть, желающие есть. Каждый будет заполнять анкету. Потом телефонный звонок. В виде такого дистанционного собеседования с участником этого факельного шествия, факельные эстафеты, будет проводить как раз молодой Оренбург. Протяженность маршрута огня универсиады в Оренбурге составит 31 километр 600 метров. До килоносцев будет около 100. Участвуй, возможно, это будешь именно ты. К новостям культуры в Оренбурге пройдет международный пятый театральный фестиваль «Гостиный двор». Стартует он 27 мая. Истоками фестивальной концепции стал предстоящий 270-летний юбилей города. Он впервые был проведен в Оренбурге летом 1994 года. Название «Гостиный двор» не случайно, ведь его миссия – восстановление и укрепление межнациональной и межрегиональной культурной связи народов бывшего СССР средствами театрального искусства. В эти весенние дни оренбуржцы и гости нашего города могут посетить выставку, посвященную юбилею Оренбурга, которая работает в салоне-магазине «Вернисаж», открытом недавно по адресу Чкалова, 23. В этой экспозиции участвуют примерно 10 художников, причем не только оренбургские, но и два московских автора, которые гостили здесь и не смогли удержаться того, чтобы не отобразить красоту нашего края. Всех авторов оренбуржцы знают, заслуженно любимые жителями нашего города художники, представляют как яркие экспрессионистические работы, так и тихие, нежные, воздушные. Но всех их объединяет оренбургский колорит. И еще здесь интересно то, что здесь представлены и в то же время разные художники, разные школы, и все равно уровень каждого из них высок. Живопись – это же духовные чувства, от сердца написаны картины, которые вот здесь в экспозиции. И для людей, особенно в наш жестокий век, необходима вот эта вот культура живописи. Понимаете, если бы не было цитиков, термитажа там, лувра и прочие, люди бы одичали. Не только живописные работы, но и новые фотографии известного за пределами России фотохудожника Сергея Жданова, воспевающего живую природу нашего края, непременно порадуют посетителей выставки. Вдохновлялись красотой Оренбургского края Катерина Мизгрева, Олег Николаев, телеканал ЮТВ. Теперь о спорте. Оренбургские дзюдоисты работают на учебно-тренировочных сборах. Участвуют порядка 60 человек 97-98 годов рождения из Оренбурга, Бузулука, Кувандыка и Орска. Задача сборов – определить сильнейших спортсменов в каждой весовой категории. Лучшие по итогам ИТС отправятся в Новый Чебоксарск, где 10 и 13 мая пройдет первенство Приволжского федерального округа педзюдо в зачет спартакиада учащихся России. Продлятся сбором до 30 апреля. Почему люди не летают? А ты правда хочешь научиться летать? Да. Слушай, а ты на машине? Да. Поехали. Отлично, поднял. Побежал, побежал, побежал. Все, беги, беги, беги. Средний держи. Средним держи. Сподвигла детская мечта, она прошла и, как говорится, воплотилась в жизнь. Возможно ли лететь над городом? Либо нужна открытая местность обязательно? Желательно, конечно, открытая местность. В полете всякое может произойти. И плюс к тому над городом запрещает закон летать. А какая самая большая высота, на которую вы поднимались? 2800 метров. Это в Турции, в Аладденизе. По моей команде стартуем. Крыло поднимаем, я управляю. Твое дело четко выполнять, мои команды, и ускоряться. Бежим до тех пор, пока планета не уйдет вниз. И, как говорится, мы не полетим. На посадке. Ноги вперед, чуть согнуты в коленях. Ступни параллельно земле. Касаемся земли, немножко пробежимся. Все, пошли. Еще, еще, беги, 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 беги. Побежали. Ора! Первый полет в моей жизни. Я даже до этого на самолете не летал. Это ни с чем не сравнимо. Просто. Как только увидел объявление, что в Орске есть вообще такая возможность этим заниматься, сразу же заинтересовался и долго не откладывал. Сразу же обратился к инструктору. И меня сразу это привлекло. И чем дальше, тем больше. С каждым полетом, какой бы он ни был, сверху вниз или парящий. Я думаю, это достойное занятие в нашем городе, чтобы этим заниматься. Очень интересно. Далее наша постоянная рубрика «Блид». Сегодня ее подготовили наши Орские коллеги. В Орске прошел пикет за вооружение. Инициативная группа выступала за право граждан на лицензионное охранение и ношение оружия. Что думают по этому поводу горожане, выяснила наша съемочная группа. Нужно ли в Орске легализовать оружие, то есть дать лицензию? Да, мне кажется, мне не надо. Да есть кому охранять. Есть милиция, там все. Так что не надо придумать. А кто, если там нужно так справиться, то и для этого есть руки. Оружие не нужно. Ни в коем случае. Почему? Да, Боже мой. Мало что может произойти. Я считаю, что оружие нужно из-за мати населения. Я думаю, нет. У нас достаточно криминальный город для этого. Потому что разгул идет с этим оружием. Кто защищать берет, а кто просто совершает преступление. Думаю, что нет, наверное. Думаю, что будут использоваться неправильно в направлениях, наверное. Я думаю, что нет. Ну, зачем мы так? Вроде у нас как бы в Борске преступности хватает. Нет, не нужно. Почему? Ну, потому что у нас молодежь сейчас такая. Я думаю, что это нужно делать выборочно. Или так, как делается сейчас. То есть должна быть лицензия и так далее. Должен быть человек проверен, насколько он способен нормально вести себя. Это очень опасно. Смотрите далее афишу предстоящих событий и спортивных мероприятий. 5 мая в 13.00 в Орске пройдет 4-й районный конкурс, инсценированный военно-патриотической песней «С любовью к родине» в конференц-зале администрации Советского района. Спортивным событием 6 мая в Орске в 12.00 состоится областной автопробег, посвященный Дню Победы в Сквере Славы. В Оренбурге 4 мая в 11.30 пройдет чемпионат области по пауэрлифтингу по жиму лежа в фитнес-центре «Форм Экстрим». 6 мая в Оренбурге в 15.00 пройдет финал первенства области по волейболу среди спортсменов 99-2000 годов рождения в спортивном комплексе «Олимпийский». Это были все новости на сегодня, которые вы, кстати, всегда можете найти в нашей группе ВКонтакте. Также вы можете предложить интересующую вас тему новостного сюжета, позвонив по телефону редакции в Оренбурге по телефону 43001 или по телефону редакции в Орске 372010. Далее вас ждет прогноз погоды. С ним вас познакомит моя коллега Светлана Комарова. 4 мая в субботу в Оренбурге ожидается облачная погода. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Средняя температура воздуха утром плюс 12 градусов, вечером плюс 15. В Орске 4 мая пасмурно. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Средняя температура воздуха утром плюс 12 градусов, вечером плюс 14. Ветер западный 3-5 метров в секунду.